Знаете, в чем прикол, когда новую тачку берешь? Это такое на Обманово. Еще даже не наверху, так страшно вообще. На Обманово. Мы поедем на аттракционе. Кстати, удобство этого блюда, знаете, в чем? Так вкусно пахнет, я только зашла. Всем привет, мои хорошие, всем доброго дня. Мы приехали с Денечкой в торговый центр Горизонт. Что мы здесь хотим поделать? Мне надо купить кофе, мне нужно наклеить пленку на мой телефон. Что-то еще хотела сделать. Может, пройдемся по каким-то магазинчикам, что-нибудь поглядим. Кофе хочу выпить вкусненький свой. Короче, пробздимся. Девочки, а я заходила к Таисии, короче, там, ну, личико показывала ей свое. И бахильшки я делала, прикиньте. И всю эту дорогу хожу в бахилах. Вот в торговый центр приехала, в бахилах хожу, в природу берегу. Так, это к чему относится? В пластику. Вы распределяете мусор, кстати, кто в торговых центрах? Расскажите. Итак, поехали. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Блин, нам какая-то на Обманово вечная. Нам по одному все время, в последнее время. Один раз только 4 было. Давай еще раз. Еще, еще. Видишь? На Обманово. Так, первый раз я вот тут возле горизонта. Есть магазин гиперкария. Это же обуви, магазин обуви. Хочу посмотреть, что там вообще продают из обуви. Гляну. Вообще, мы уже погуляли по торговому центру с Дэнни. Поели даже. Все по QR-кодам входить. Так что вообще неудобно все это дело. Поэтому мы долго там нету силы. В общем, о чем я думала? Ничего особенного. Я там просто кое-что ищу. Из того, что я ищу, там вообще даже нет ничего подобного. Вот. Все. Сейчас едем. Едем, едем, едем. Куда? На почту надо мне заехать. Забрать суперпосылки. Часть фона уже пришла. Нового. Для видео. Ой, крошки мои. Короче, походили погуляли. Денька, вон он уснул. Солнышко мое. Ясненькое. Спит сладенько. Уснул. Сейчас едем домой. Не получилось много чего снять. Как-то что-то пробегали. Вот. Сейчас едем домой. Что-то надо ужин сегодня еще готовить. Думайте, что за блюдо в этом влоге вам приготовить. Интересненькое, новенькое. В общем, ладно. Забрала посылочку одну свою. Я думала, две их, а там одна. В общем, что-то я так устала. Пока ходила, что-то шаталась, ходила. Ноги гудят. Хочу домой скорее. Уснуть. Не уснуть, а прилечь вот так отдохнуть. Ноги вытянулись. Ой, всем доброе утро, мои хорошие. Что-то сегодня я разоспалась. Хотя я вчера вроде спать легла рано. Нормально. Проснулась какая-то голодноватая. Звонки, что-то пишут мне. Смсят. Пишут, звонят, смсят. Сейчас у меня будет английский язык. Через часик. Сейчас кофе попью, проснусь. Через часик будет английский. И на сегодня что-то каких-то планов нет особо. Я думаю, чем бы сегодня заняться. Чем бы сегодня заняться. Еще думаю, что я в парк Даньку хотела сводить. В будний день. Как раз не в выходной, а в будний, когда там будет мало народу. Не люблю, когда много народу. Может, в парк. У Даньки уже сыпь заживает. Очень быстро, кстати. Всего третий день, как мы сходили. У него прям все быстро заживает. Так что мы в пятницу точно пойдем к врачу. Я думаю, она даст нам уже справку. Сейчас Даньке буду варить кашу к овсяну и себе заодно. Я еще в утро, я только кофем завтракала, купила вчера себе в торговом центре шоколадная вишня. Шоколад и вишня кофе. И купила один классический. Не знаю, очень нравится мне этот кофе. Я не знаю, даже аналог какой я бы хотела пить. Этот классный. Ну что, первый глоточек кофе. Что-то он не горячий у меня. Не люблю не горячий кофе. Кашу сначала покушать, потом мармелад. Ты что, я вкусную тебе сделаю кашу? С сиропчика. Мармеладки увидела, все, кашу не хочет. Так, что хотела сказать. А, да, я говорила, что что-то приготовить, может быть, вчера, да. Я ничего вчера не готовила, на самом деле. Сосиски доела. С салатом вот этим, кстати, вкусно очень было. И все, не стала заморачиваться вчера насчет еды никакой. Вот. А вообще, я думаю о том, что мне очень понравилось блюдо мясное, которое я готовила. И я, наверное, сегодня зайду, если есть, потому что я тогда забирала. А, нет, у них еще много было этой телятины. Короче, хочу зайти, взять кусок телятины, прям так, чтобы он отрезал его колбаской. Вот прям запечь его в длину вот так вот. И чтобы это было и как горячее блюдо мясо, и как, если что, вместо колбасы на хлебушек. Жалко, Дэнга не ест эту фигню такую. Но это, блин, намного полезнее, чем колбаса. И надолго так хватило, очень мне понравилось. Хочу такое же сделать. На бассейн куда-нибудь хочется. Но Дэнги, наверное, сейчас нельзя еще на бассейн с этим интервирусом. А то вдруг еще рассыпет еще по всему телу. Короче, думаю, кино закрыто вроде. Вот так хочется куда-то пойти. Вот мы с Дэнгой находимся дома, да, и вот хочется как-то, и чтобы он дома не сидел, как-то развлечь его. И в то же самое время никуда нельзя, и в то же самое время еще подзакрыто кучу всего. Хочу кашу. А что ты хочешь? Нет. Маму поцеловать хочешь? 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 Я очень-очень-очень люблю. Тебя сильно-сильно-сильно-сильно. Очень-очень. Ты прям больше любишь. Тебе прям больше нужно. Муденьки, вот такой завтрак будет сегодня. Это у нас посыпала я овсяную кашку яблочком мелко нарезанным, мягким. И маракуйя посыпала. Вот, сиропчик без сахара. Смотрите, мой лучок сегодня. Говорите, что я не ношу вещи. Вот, пожалуйста, одела брючки, сандалики. Пошла, рюкзачок. Идем гулять. Пошли, Дэнь. Так, ну что, мои хорошие, мы ездим по машинкам с Дэнькой. Приглядываю. Сейчас заехали в один Киа здесь. Не нашла ничего такого интересного. Сейчас в другой еще Киа заедем. Смотрим какую-нибудь... Ну, Киа новую смотрю еще. Потому что есть там модельки какие-то интересные. Ну, как бы присматриваюсь, приглядываюсь. Так что поехали. Тест-драйв сделаем еще. Короче говоря, девчули мои поездили в одно место, в другое место. Знаете, в чем прикол, когда новую тачку берешь? Вообще, я, честно говоря, не ожидала. Приходишь ты, например, заявлена цена тачки 2790. Ну, 2 миллиона 790. Ты приходишь в салон новый. И чтобы ее взять, она уже у тебя за наличные... За наличные, она уже выходит у тебя 3,5. Ну, понимаете? Что входит в эти 3,5? Это входят в всякие доп. услуги. Ну, прикиньте, 3,5. Это на 800 тысяч допов всяких. Всякое там, вот что-то там, покрытие что-то. Какие-то там дополнительные услуги. Каска, потом какой-то там помощь на дороге. Страхование жизни. Там 100, такие цены. 100, 150. Каска 480 на 3 года. Ну, прикиньте. Вот это все, ляп-ляп-ляп. И в итоге у тебя машина не 2790, как на сайте заявлено, да, там, у официальных. Кто это? А 3,5. Кто это? Я в шоке. Поэтому в этом смысле я вообще думаю о том, чтобы брать машину не новую, не с салона. У меня нет прикола. Не надо открывать дверку. И, короче, у меня нет, на самом деле, такого загона, чтобы брать машину с салона. Кто-то в комментариях писал, что, типа, вот, Селена, лучше взять какую-то машину подешевле с салона, чем в БУ, типа, можно попасть. На самом деле, если люди разбираются, да даже чё, я, блин, мы сами брали машину и маме покупали машину хорошую, да. Ну, и знакомые, которые могут где-то что-то подсказать. То есть, смотрите на это, смотрите на то. В любом случае, у машины ты делаешь ТО. И мне вообще кажется, что, ну, блин, только БУшную машину, ну, в плане, там, БУшную, да, вот, с каким-то пробегом, не новую, не с салона, ну, реально выгодно брать. И оно по деньгам получится очень приемлемо, чем брать с салона. И у меня нет вот этого прикола, что мне надо пахнущую машину с салона. Это, извините, меня не... не знаю, что. Что квартира, что машина, мне кажется, ничего страшного, вот. А в деньгах это очень сильно ощутимо. Поэтому я, наверное, буду смотреть все-таки машины с пробегом, чем новые, потому что это вообще новые, абсолютно невыгодно. Просто мне выкинуть еще, там, 800 тысяч лишние за какие-то допы вообще непонятные, ненужные мне абсолютно вот. Что-то, ну, как бы, нет, я ценю заработок. Так, сейчас еду к брату, хочу поменять вот эти вот решетки, короче, потому что, вы же помните, да, вот этот звук? Вот этот звук, вы помните? Я хочу поменять. Брат сказал, заезжай, у них там магазинчик какой-то есть, поможет. Фух, мои хорошие, я дома. Блин, в этом жара ужас просто. Заехали, опять забыла снять. Заехали к брату, купили новые вот эти штучки-дворники. В общем, поменяли, залили омывайку. Я такая говорю, а что летом, вот зачем летом омывайку покупать, специально заливать? Почему не вода? Чем омывайка лучше воды? Мне объяснили теперь. Это для того, чтобы не сохлись резинки на вот этой вот штуке. И вот потом вот так вот не трещали и, короче, не выходили из строя. В общем, купила омывайку, купила еще вонючку новой машины. Такая эко-легкая иллюзия новой машины. Что случилось? Снимаю, зайка. Ой, у Деньки все уже зажило. Ну, почти сыпка зажила. Завтра пойдем, наверное, купаться туда, куда-нибудь. Я смотрю, прям вообще зажило. Сегодня еще намажу чем-то. Выходные будем проводить. Вообще, короче, сегодня выходили для того, чтобы погулять, в центре погулять. Или на набережную сходить, были планы. Когда мы выходили немножечко с машины, просто даже проходили там 100 метров, не 100, а 50 метров просто с машины в салон зайти. Такая жаротень, и я поняла, что мы никуда не пойдем. Потому что в центре у нас солнца нигде, тенька нет, это где-то тупо сидеть, не кайф. В парке. Ну, короче, жара на улице вообще, и сразу уже и настроение не то. В общем, мы заехали, поели, и все. И приехали домой. Уже все, отдыхаем. Вот. Хотела мясо сейчас купить, приготовить. Представляете? Два магазина мясных есть, и ни в одном нет говядины, телятины. Вообще нет. Свинина осталась. Короче, все разобрали. Надо, наверное, брать и морозить. Брать и морозить, наверное. Интересно, а с замороженного так же вкусно получится мясо потом. Короче, я буду думать, что вообще ужинать, что будем делать. Я там взяла пахлавы чуть-чуть, ну, сладости какие-то есть, там, фрукты есть у нас. А вот такое, чтобы мясное. Я даже не пойму вообще, что. Что готовить, что сделать. Сейчас подумаю, еще... А, ну, переоденусь. Натерли мои босоножки белые, сейчас покажу. Натерли мои белые босоножки. Вот, помните, я в мармалат убрала. Вот здесь, короче. Вот здесь вот они чутка натирают. И я в них не так много ходила, на самом деле, но попротерлась чуть-чуть. Прям вообще. Это чисто для выхода, короче, босоножки. Без каблука на платформе, но для выхода. Вот. А так лучше бы кроссовочки одела, было бы кайфовее. Сейчас я переоденусь, чуть отдохну, пойду в магазин в пятерочку. И думать... И думать из пятерочки, что же мне купить, чтобы приготовить на ужин. Вышли из дома. Что-то вообще не хочется заморачиваться с едой. Ну, от того, что мяса нигде нет, решила взять готовенькое такое. Там, короче, этот... Фу, блин, так устала спать хочу, на самом деле. Думала сделать сначала заказик в пятерочке. А потом думаю, ладно, за еду. Не буду много брать. Возьму необходимое. Что я хотела взять. Вот хлеба с отрубями онлайн, кстати, не было. Вот, беру. Какая история с мясом у нас в пятерочке? Никакая, да? Курица тут в основном. Ну, здесь некрасивые кусочки для запекания. Я бы не стала брать, наверное. Ой. На самом деле я не голодная. И когда ты не голодная, смотришь что-то, а тебе ничего не хочется. Но я просто знаю, что потом захочется есть. Надо что-нибудь взять. Беру мои любимые детские сосиски вот такие. Я их с удовольствием еду. Денька ест редко их. Ой, вспомнила, что я делаю вкусные бутерброды. Сейчас нарезку какую-нибудь возьму. Что это у нас? Карбонат. Ежелины. Говядину бы вот так взять. Кстати, говядина редко. В основном свинину вот так вот делают. Карбонат. Колбаска. Томито. В общем, долго выбирала. Решила взять этот карбонат юбилейный. Салат беру. Сейчас еще возьму хлеб, который делает с этими тостами. Так. А то, что намазать, у меня вроде есть. И помидорки. Помидорки вроде тоже есть. Био-класс можно взять. Помните, мы с вами брали? Вон, вкусненький. И стоит всего 95 рублей. Да. Так, возьму помидорки еще. Вот эти. Буквально вчера с Денней брали яблоки. Он уже вчера, подожди, позавчера. Он уже все съел. Опять беру яблоки. Так. Взяла йогурт. Накидала уже тут. Деньки молочные лобники. Два творожка. И кефир. Два с половиной процента. С печеньком хочу. Яблоки. Привет, мои хорошие. Ой, хорошее настроение. Сегодня встали пораньше. У Деньки все уже зажило практически. Погода сегодня вроде сейчас не палит. А может быть только потому, что утро. И, в общем, брат вчера мне сказал, что уже пришли детали на машину. Но сегодня, я надеюсь, мы сможем поставить свечи и все это дело поменять, что нужно. Вот. Ну, еще у меня всякие разные идеи, что вам снимать для главного канала. Эксперименты с волосами продолжаются. Ну, короче, я над этим сейчас работаю. Что именно снимать вам на главный канал. Потому что, наверное, одни влоги, одни влоги, это слишком. Слишком много моей жизни в видео. И не в видео, а на канале, ну, вообще на всеобщее обозрение, это один момент. А второй момент, что я не всегда на самом деле провожу время, где-то что-то, и очень интересно, да. Порой мне хочется просто тупо посидеть дома и поработать. И вот в такие моменты, особенно я выкладываю вам через день видео все, да. В такие моменты я думаю, блин, ну вот где контент брать? Где брать контент, если я дома просидела два дня, к примеру, да. И ничего особенного не делала. Поэтому я давно уже, кто знает, кто помнит, я давно думаю над тем. И спрашивала у вас, что же вы хотите снимать для главного канала. Идеи были, но не все идеи легко мною могут воплощаться. Потому что не все я делать люблю, да. Я очень люблю шоппинг. И мой второй канал, это вообще моя отдушина. Это то, что я каждое видео бегу, кайфую, делаю, да. Влоги я просто снимаю свою жизнь. Как бы тут ничего нет сложного, да. Снимаешь, снимаешь. Ну, единственная сложность в том, что нужно, хотелось бы, чтобы больше событий каких-то происходило в жизни, которыми я могу с вами поделиться. Вот. Соответственно, надо чем-то разбавлять. Ну, у меня вот появились пока идеи всякие с волосами, поэкспериментировать. Есть у меня некоторые там эти. Ну, в общем, ждите. Ждите новых рубрик. Вот что говорится. Пока что дома пью кофе. Как обычно. Так, сейчас я буду делать бутерброды. Я купила вот такую штуку, я вам показывала, да. Вот в тост делаю хлебушек. И использую вот такой еще зеленый. У меня остался здесь зеленый сырок. Вот. Так, чем намазывать будем? А, и помидорки еще достану. Вот, смотрите, немножечко майонезика. Такой сметанный майонез легкий. Дальше у нас идет мяско. Раз. Та-ра-та-ти-та-там. Два. И зеленый у нас сырок. Раз. Да, красота, да, получается? Сейчас еще лист салата. В общем, получилась вот такая красота. Смотрите. А-та-та. Еще положила слоиста. Потому что этого мяса мало. Еще положила. Тут у нас помидорка. И тадам. Листик салата сверху. Приятного аппетита. Дэнни достал все мои провода. И вот как он с ними играет. Давай. Вешает вот так себе на лицо. Вот провод. Давай. Вот так. Опачки. Висит. Итак, ходи. Куда еще прилепить можно? Куда провод? На губу еще прилепил? Один кнопок. Зачем покупать тебе игрушки? Смотри, у мамы столько игрушек таких есть. Разноцветных. Да дурелась ты маленький. Дурелась ты. Все. Поделала дела дома сегодня. И вот сделала прическу. Ну что, Дэнни, чинить машинку будем? Да? Представляете, пришли в Макдональдс. Вместо четырех наггетсов мне положили три штуки. Но я, честно говоря, уже не буду с ними спорить, возвращать. Там такая очередь кошмарная. И недавно мы были еще в Макдональдс. Они вообще меня выбесили просто. Я заказала Роал Делюкс. Я его заказываю исключительно потому, что там есть помидор. Они принесли сначала заказ. Они не принесли мне деревенскую картошку, не положили в заказ. Малому я беру чизбургер без всяких добавок. Они положили все добавки, хотя два раза говорила продавцу, чтобы не ложили. Мне положили Роал без помидора. То есть представьте, в заказ они не приносят деревенскую картошку. Они не кладут помидор в Роал Делюкс. И они Малому кладут все, что не нужно класть. Я возвращаю, говорю, смотрите, что это такое. Верните. Они, прикиньте, мне возвращают все и снова не кладут в Роал Делюкс помидоры. Я его снова открываю при ней уже, прикиньте. Ну, они подарили пирожок, конечно, за мои нервы. И вот сегодня я прихожу, мне на лиц не доложили. Блин, проверяйте, все на кассе. Это такое на обманово. Ну что, мы покушали с Дэнни в туалет сходить. Вообще в Макдональдс нас один раз спустили. Я говорю, ребенка сводить можно? Ему же QR-код не нужен. Ну, в общем, сводили ребенка в туалет. А второй раз не пустили ребенка в туалет. Поэтому мы пошли в другое место, где такой вход в кафе в туалет. Вкусно Любови. Туалет отдельно, короче, у них. Сейчас идем на колесо обозрения. Наши огромные колесико. Ну и что, мы сели. Мы сели. Сейчас наверх поднимемся и покажу красоту. Девочки, я не знала, что здесь так холодно в кабине. Я думала, что здесь просто немного вентиляции. Здесь кондер фигачит. Я уже замерзла. Мы еще даже до половины не поднялись. Так, вот наша Стелла. Чуть-чуть сверху покажу театральную площадь, на которой мы находимся. Фонтанчик наш красивый, в котором в детстве мы купались с братом. Много всего. Вот этот театр, куда мы ходили. С Кристиной, с Дэнни. Ходили тут, короче, смотрели всякие спектакли. Красиво так видно. Еще даже не наверху так страшно вообще. Красота. Смотрите, а вот этот фонтанчик. Да, фонтанчик. Так, Дэнни пошел. Все-таки согласился на этой штучке прокатиться. А в прошлый раз не хотел. Ну-ка, давай. Дэнни, на меня давай. Рули. На меня едешь? Взяли билетик на аттракцион, который называется Телекомбат. Ну что, мы поедем на аттракционе. На шильке. На шильке. Мы можем что, стрелять здесь и подниматься вверх-вниз. А еще крутиться. Не, крутиться не можем, по-моему. В общем, сейчас поедем. Уже, девчоночки, Дэнни, ну подожди, не тарахте. Уже чуть-чуть подстемнело, видите, и так классно фонарики подсвечивает. Все, сейчас еще заэтываются люди. Люди заэтываются и поедем, да? Ты будешь рулить. Хорошо? Да. Супер. Поехали. Подожди, не спеши только. О, уже вверх, давай, давай вверх. Вон, уже вверх, карусельки поехали. Давай вверх, нажимай. Не, поднимай, на себя, на себя рычаг. Только они не сп... Ой, мама, как мы так... Аккуратно, резко вниз не бросай. Страшно. Ура! Ура! Резко, только не надо, аккуратно, Дэнни. Медленно надо. Блин, как классно, что мы вечером попали сюда, когда светят огни. Сейчас я видела уже в инстаграме, что у нас открылись вообще новые аттракционы какие-то. Сейчас вот мы к одному пойдем. Машинка прям открылась новая какая-то. Хочу просто хотя бы со стороны посмотреть. Я боюсь на ней кататься. Но посмотреть хочется. Сейчас глянем. О, вот эта машинка. Но только что-то на ней никто не кататься. Походу. Она не работает, наверное. Блин. Летающая машинка. Вот такая она, видите? Я, если увижу эти, я вставлю вам видео сюда. Она, короче, как-то вот так вот катается. Видишь, несколько человек. Она вот как-то катается. Она крутится здесь вот так вот, короче, по-разному. Прям такая летающая. Ну, видимо, не работает. Хотя непонятно. Но никто здесь не катается. Нет, кто? Чего? Ой, да вообще страшно. Раньше я обожала вот такие карусели. А сейчас нет. Меня не заставишь туда. Нет, вообще, представляете? Вообще не заставишь. Давай ручку. Ну, пойдем погуляем. Пойдем погуляемся. Короче. Вечерний променад. У меня теперь карусельки вот такие вот, смотрите, у нас. Лодочки, видите? Вот здесь мы раз и... Лодочки. Кстати, вот эти вот цепи, карусель цепи называется, да? Никогда не любила их. Но многие любили и закрутиться на них, и схватиться друг за друга. Потом это все в процессе отпускают. И чайные раньше были. Сейчас зашла, увидела кабинку там что-то это... 9D. Я говорю, что за 9D? Ну, понимаю, там 3D. Ну, садишься там, да? Одеваешь виртуальные очки. 3D. И ты как бы это... Он говорит, а 9D? Это на вас... Вы вот так же одеваете очки. Только на вас еще дует ветерок. Платформа качается. За ноги вас хватают. Вода в лицо брызгает. Я говорю, понятно. Но надо будет как-нибудь попробовать. Ну, такая детская каруселька еще. Вот такая еще новая каруселька. Нет, ты что, Дэн? Это очень страшная каруселька. А я не хочу домой. Я лезу. Мы не пойдем домой. Мы на машинке покатаемся еще. Посмотрим, как мальчик кататься будет. Давай? Нет. Посмотрим. Это вот тоже каруселька. Одна из новых, которая раньше не была ее здесь. Она прямо на входе здесь. У перехода. А это, на которой мы катались. Со стороны вот такая вот она вверх поднималась. Видите? Опа! И вниз. Там надо еще лавировать, чтобы резко ее не опускать. Поехали. Вот она сейчас будет крутиться, блин. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ужас. Блин. Эй, ну что это? Девочки, напишите в комментах, кто бы прокатился на такое. Что ты делаешь? Мальчик, что ты делаешь? Говорит, Дэн. Хотя у детей, знаете, мне кажется, у них вестибулярка. Им прям по кайфу, чтобы их кружила, мотала. Эй, мальчик, что ты делаешь? Мальчики катаются, Дэн. Не, ну если это и все, но по-моему она должна еще вокруг своей оси кататься. Они вот ждут тоже переворот. Опа, опа, опа. Ёптель-моптель, ёптель-моптель. Не, нормально, пацаны. Гля, общаются между собой. Держался, говорит, ты не держался, вообще нормально. Короче, понятно. Да, я не очень расстроился. Еще, говорит, не хочу домой, хочу еще кататься. Сейчас еще в магазин надо зайти, мясо купить. Я все-таки надеюсь, что вы не разобрались сегодня, что быстро разбирают мясо. Вообще просто погода, класс. Настроение класс. Наконец-таки мы добрались до парка. На набережную еще хочу. Я бы еще на набережную поехала, но что-то уже силов немало. Другой день. Может, завтра. Обошла несколько мясных магазинов. Представляете, прям дефицит какой-то говядины. А телятини вообще молчу. Вот сейчас забрала последний кусок большой телятины на 2 кг. Разделю, короче, там его буду готовить по частям, чтобы потом вот так не бегать, не искать мяса. Ну, вы только посмотрите, какие два кусочка я взяла. Попросила разделить ее, что-то она не разделила. Один огромный какой-то получился, а один маленький. Надо будет еще разделить между собой. Вообще, ну красота, мякоть просто. Вот это вот вкуснотища будет. Один в морозилку положил. Ух, девчули мои, я наконец-таки пришла домой, побыстрее сняла этот хвост, потому что это невозможно. У меня уже все и глаза уже болят, я уже и спать хочу, и башка болит просто от хвоста ужасно. Завтра думаю помыть голову, снять вам тесты одного гаджета прикольненького, которого очень хочу затестить. Думаю, что на второй канал, наверное, это все будет. Или на этот. Не знаю, короче. Я еще думаю, вот все, вот все с волосами вроде бы, а вроде бы на втором канале у меня идут эти отдельные тесты гаджетов всяких, да, ну вообще тесты отдельных продуктов. Вот что касается окрашивания здесь, да, какие-то прически может будет здесь. Ну, на еще кое-то. Не, наверное, на второй пока оставлю, пусть там на втором будет. Вот. Короче, вы должны быть подписаны на оба канала, если не хотите упустить все самое интересное. Вот. И, кстати, я заметила, что в последнее время, уже в Инстаграме об этом говорила, очень много у меня покупают курс. Видимо, блогерство все популярнее и популярнее становится. Поэтому, если вдруг кто-то хочет прикоснуться к блогерству, попробовать себя в блогерстве, вообще узнать, как бы, что, с чего начать, как все, как зарабатывается, где вот так. Ну, короче, все-все-все, все нюансы знать, мой пятилетний опыт, то можете писать мне в Инстаграм в Директ, или на почту можете писать все контакты под видео, задавайте вопросы, спрашивайте. Курс для моих подписчиков сейчас стоит с 50% скидкой, а это вообще курс стоит 5500, а со скидкой 2750. Вот. И его можно изучать в любой момент, удобно для вас. То есть я даю ссылку, там у меня все по папочкам, все по темам раскидано. И я всегда на связи. Для тех, кто берет у меня курс, он может задавать любые вопросы. Ну, в принципе, в курсе есть ответы на все практические вопросы. Просто когда уже начинают люди работать, тогда они со мной все время на связи, до сих пор все девочки, которые мне пишут, задают вопросы, я всегда отвечаю. И нет такого там, что ограничения, знаете, курс купили, прошли, и все, я за вас забыла и не знаю. Нет, я со всеми общаюсь, со всеми, кто пишет мне. Вот. Ну и тем более для тех, кто как бы после моего курса. Это, мне кажется, пожизненная такая поддержка информацией и знаниями. Вот. Так что, если хотите, то это мой курс, это самое лучшее, что вы можете приобрести, чтобы узнать что-либо о блогерстве и попробовать себя. А вот такой вот скромный самопиар. А сейчас я пошла Данику купать, он там вода уже у него набралась, он же не остановит воду, она может переливаться уже через ванну, он не остановит ее. Пойду переоденусь сама, будем готовиться ко сну. Завтра, кстати, я думаю с ним сходить в поликлинику, утром надо встать рано. И я думаю, что нам уже дадут справку, потому что он прекрасно себя чувствует, и вся сыпь прошла. Утро доброе, мои хорошие. Я уже молодец, с утра смонтировала видео на английский канал. Сейчас выводится фильм. Пойду жарить яйца, делать вторую кружку кофе. Настроение хорошее, и погода на улице не жаркая. А это хорошо, это значит можно по улице гулять. Масло в сковородочку, яички, одно Дэнки, два мне. И поехали. Солнышко, вот тебе еще разнообразная еда. У меня у Дэни с утра, пожалуйста, макароны, сосиски просил, медленно ест. Вот тебе яйца теперь ешь, хлебушек, видите, ест. Все с утра, у тебя уже такой бардак, яблоко два уже с утра съел. Смотрите, какой супер-супер завтрак я замутела. Ну просто невозможно. Сейчас в инстаграм под музыку запелю. Так, все, мы позавтракали. Сейчас я, что я сейчас хочу сделать? А, я сейчас поставлю запекаться мясо, потому что в холодильнике оно долго не может храниться. Вот половину там разрезала, поставлю, половину разрезала, поставлю там его запекаться. И пойду, наверное, снимать видео. И кто-то мне начал писать, что я часто снимаю на фоне занавески. По-моему, всегда я снимаю на фоне занавески. И это так всегда было, мне нравится, потому что свет классно падает. И я тут вроде симпатичная. Поэтому на фоне занавески у меня и до этого были видео. Я совсем забыла, только хотела мясо поставить. И вспоминаю, что сегодня пятница, оказывается, я что-то думала о четверг. Мы сейчас поедем быстренько в неотложку нашу. Пусть она посмотрит, да даст нам справку. Потому что суббота, воскресенье, хотя суббота, воскресенье тоже можно в неотложку пойти. Но что-то, мне кажется, это в пятницу надо сделать. Все у него прошло, температуры никакой нет. Прыгает веселиться мальчик у него. Неделя выходного хватит. Пора в садик. А то мне очень сложно снимать видео, когда он дома. Вот. Так что сейчас едем в поликлинику. И еще у меня чеснока нет. А без чеснока блюд уже не то. Решила взять бахилы уже. Надоело мне платить за них каждый раз. Хоть и по 5 рублей. Но почему 5 рублей вроде, да, фигня. Но все равно, блин, думаешь, бахилов в фикс прайсе набрала. Дома полно. А все равно покупаю. Не кайф. Так, направо, направо. Нет, сюда мы все. Это налево, а это направо. Не хочу налево. Пойдем быстро сходим. Ну и все, вот нам справку дали за 2 секунды. Не очереди, ничего. Прелесть какая. Ну и все, мои хорошие. Быстренько получили справочку. Сейчас поедем в магазин за овощами, за чесноком. Нет. Так, иди сюда. И это. И готово. Пойду. Хочу маму пригласить на ужин еще. Коронные блюда и ее тоже угостить. Короче, набрала овощей всяких разных. Буду делать что-нибудь типа тушеные овощи. И хлебушек вот такой. Так, в этот раз решила накрыть свою вот эту вот пекарь, мультипекарь. Хочу дневного. Видишь, жир везде. Овощи буду делать вот в этой штуке. Мясо решила поджарить посильнее. Блин, это такое крутое блюдо, что я готова его каждый день делать. Так, сейчас буду тушить овощи. Сюда налила масло. Его сначала нужно проразогреть. Потом будем кидать овощи. Чеснок порезала, так как нет чеснокодавки. Но лучше можно даже и резать здесь. Картофель. Болгарский перец. Морковка, баклажан. Помидор. Все, после того, смотрите, какая красота дневного. Время так поздно пахнет. Короче, налила масло, разогрела. И слоями положила картошечка, чесночок, баклажанчики. Ну и все остальное. Помидоры. И посыпала сверху соль. Специи всякие разные. На свой вкус вообще, что хотите. Помидоры сверху, видите, да. Кинза, укроп, петрушка. Все это сейчас чутка поджарится. Накрываем крышкой, короче. И потом она будет все это делать, тушиться. Тушиться будет на маленьком огне полтора часа. Ого, это я рецепт нашла в интернете. Кстати, удобство этого блюда, знаете, в чем? Что мы просто выложили все вот так вот слоями, да. Поставили на маленький-маленький огонь. Вот там малюсенький. И все, и трогать не надо. То есть полтора часа на маленьком огне мешать не надо. Оно все должно сейчас стечь. Весь сок уменьшится. И в собственном соку томится. Так, в рецепте сказано. Посмотрим. Так, еще нужно полежать в ванне, мамочки, и отдохнуть. Поэтому соль. Вот такая вот соль у нас будет. Соль ароматизированная для принятия ванн. Вот. Не помню, где брала уже, наверное. Возможно, в фикс-прайсе. Вот так вот. Соль у нас будет. Соль у нас успокаивает. Вот одну третью, селую ванну. И еще пены. А пена у нас будет вот такая банановая. Нет, это не пена. А это пена. Будет вкусно. Это мунакар. И пахнет будет тут у нас. Ой-ой-ой. Ой, красота. А что, мам, не заслужила? Заслужила. Включаю вот охрань, чтобы пена наболталась. Ну и параллельно растворилась в соль. Это мамочка будет в такой ванне красивой. Ва-а-а. Девочки, я расстроилась немножко. Говядина получилась, ну, телятина не такая, как в прошлый раз. В прошлый раз она прям мягенькая, сочная, прям классная была. Я думаю, что в этом случае зависит, конечно, от куска. Но кусок мне показалось прям мякоть-мякоть. Классная такая была. Вот, еще у меня идея того, что, возможно, долговато, наверное, в духовке полтора часа делать. Надо попробовать час-час десять, посмотреть, что будет. Но я думаю, маме понравится. Просто я такой приведет в плане мяса. Я люблю, чтобы оно было нежное, чтобы оно прям таяло во рту. Поэтому мама всегда, когда готовит для меня, она, допустим, говядину там, да, она тушит долго ее, долго-долго, пока она там вообще просто каша не будет таять во рту. Короче, надо будет еще подшаманить. А я еще тот второй кусок в морозилку засунула. Блин, а он такой же. Но я в другом месте брала. Надо будет поэкспериментировать. Все-таки возьму в том, в котором в прошлый раз брала. И еще рецептик надо чуть-чуть изменить. Тут что-то я не совсем довольна. Нет, вкусно, все вкусно. Ну, надо пожевать, как говорится. Я не люблю жевать. Да, кстати, маму пригласила. Она с Настюлей придет вот уже через минут 20. Что говоришь? Так вкусно пахнет. Я только зашла поеду. Да. Да. У нас тут и мясо, и овощи вкусно очень приготовлены. Да. Ну, давай-давай, бабушки, покормите, покормите. Все встречают, все встречают. Мы пылесосим. Сейчас как раз тут, мам, домоются полы, чтобы ты по-чистому пошла. Да, Дэнь? Домоются полы. Домоются, и Дэньку я переодела. Ну, шо, мамачоли? Нет, нет. Что? Вкусно очень. Вкусненько тебе? Сейчас обсуждали, мама рассказывала. Говорит, так, посмотрела у тебя. Ну-ка, поподробнее рецепты расскажи. Все спросила. Ну, что, мамачоли? Ну, что, мамачоли домой пошла. Наелась, напилась, все вкусно. Очень вкусно, все наелась, напилась. Милку лучше не трогай, я ее Дэнька раздраконила, она боится. Она вам спряталась под рюкзак, он носится с этим телефоном. Все, мои дорогие, пока-пока. 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 Приходите. Хорошо. Ты как только что-нибудь вкусненькое приготовишь, ты мне зови, хорошо? Хорошо. Давай. Вышли прогуляться вечером. Сижу, что-то у меня голова болит. Очень. Не пойму, при чем резко. Вот, квас попила. И что-то раз, голова разболелась. Еще мама дома была. И все не проходит, не проходит. Вышла на улицу с Дэньком, он катается на качельке. Может, чуть-чуть свежий воздух надо или что? Сейчас погуляем чуть-чуть, искупаю, ложу спать и сама, наверное, с ним вырублюсь. Субтитры сделал DimaTorzok